Здравствуйте! 20.00 по времени столицы. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергер и мои коллеги из службы новостей телеканала Хабар 24 готовы подвести итоги и рассказать о самом важном в стране и мире. Казахстана и Турции. Казахско-Кыргызских отношений и перспективы их дальнейшего укрепления, обсудил президент Казахстана и с кыргызским лидером. Высоко оценивая итоги государственного визита Касымжемарта Тукаева в Бишкек в ноябре текущего года, собеседники выразили уверенность, что эффективная реализация достигнутых договоренностей придаст практически импульс развитию стратегического партнерства двух стран. Главы государства обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Касымжемарта Тукаев пожелал Сурунбаю Жейнбекову дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Кургызстана благополучия и процветания. О состоянии и перспективах дальнейшего углубления сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза говорили по телефону президент Казахстана и премьер-министр Армении. Никол Пашинян поздравил Касымжемарта Тукаева с наступающим Новым годом. Поздравил главу государства и узбекский лидер Касымжемарта Тукаева и Шавкат Мерзиёев с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений взаимного сотрудничества. В адрес президента Казахстана поступают телеграммы поздравления с наступающим Новым годом. Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что уходящий год был ознаменован значимыми событиями для нашей республики, конституционной передачей власти и убедительной победой главы государства на выборах. «Важно, что нам удалось не только в полной мере сохранить накопленный потенциал двусторонних отношений, но и продолжить совместную работу», — написал российский лидер. Свои поздравления также направили президенты Южной Кореи, Азербайджана, Афганистана и Литвы. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Крыгской республики Сорунбай Жейнбеков поздравили друг друга по телефону с наступающим Новым годом. Собеседники выразили уверенность, что двусторонние отношения и впредь будут развиваться в духе традиционного добрососедства и сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе крыгызской стороны. С наступающим праздником поздравил первого президента и глава Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику развития отношений между двумя странами по широкому спектру направлений. Другим темам. Новые подробности авиакрушения под Алматы, которая унесла жизни 12 пассажиров, были озвучены сегодня после заседания правительства. Бортовые самописцы передали в Межгосударственный авиационный комитет. Для выяснения причин трагедии в Казахстан прибыли специалисты завода-изготовителя Фокера. Следствие рассматривает уже три версии, которые могли стать причиной падения самолета. Кроме ранее озвученных, добавилась новая – сбой в работе навигационной службы. Камила Тастанбекова с подробностями. Итоговое в 2019-м заседание правительства было посвящено исполнению плана законопроектных работ. Но журналистов интересовала совсем другая тема – авиакатастрофа близ Алматы, которая в преддверии Нового года потрясла всех казахстанцев. К слову, чтобы успеть записать всех курирующих ситуацию членов Кабмина, ушло больше времени, чем длительность самого заседания, а это целых 20 минут. На большую часть вопросов пришлось отвечать заместителю премьер-министра Казахстана. Роман Скляр руководит правительственной комиссией по расследованию дела крушения Фокера-100. По его словам, говорит сейчас о причинах катастрофы преждевременно. Сейчас все эксперты, и авиаторы, и неавиаторы, которые выдвигают разные версии, пусть это будет на их совести, все это преждевременно. И это совершенно неправильно, на мой взгляд. Прибыли, вы знаете, специалисты МАКа позавчера уже в Алматы. На место происшествия они оказывают всяческое содействие. Они объективны, они независимы. Но если самописец не поврежден, то его можно, как они нас уверяют, достаточно быстро расшифровать. В свою очередь, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев раскрыл новые подробности о ходе расследования. По его словам, на данный момент рассматривается уже три основных фактора, вследствие чего могла произойти трагедия. Ошибка экипажа, техническая неисправность или сбой в работе навигационной службы. Для выяснения причин авиакатастрофы в Алматы прибыли специалисты нидерландского завода-изготовителя Фокера-100. В настоящее время идет демонтаж и осмотр места происшествия, демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр. К счастью, не произошло воспламенение левого крыла, где был поврежден топливный бак. Практически половина топлива вылилась прямо под самолетом. Самолетом из-за погодных условий, зимнего времени, а также наличия снега и холодных условий погоды практически воспламенение не произошло, что и минимизировало количество жертв. О, самолет упал! Для 12 казахстанцев этот полет оказался последним в их жизни. 46 человек еще находятся в больницах. Среди них 9 детей. По словам министра здравоохранения Ельжана Бертанова, их жизням уже ничего не угрожает. Но среди взрослых пострадавших по-прежнему есть, как говорят медики, тяжелые пациенты. При анимации 7 человек находятся в 4-й городской больнице и двое в Алматинской областной клинической больнице. В том числе один пациент унижает нас опасения. Но в целом сейчас там работает наша группа врачей во главе с руководителями научных центров. Вчера также консультировали, тактику определили. В принципе, лечение продолжает в полном объеме. В числе тех, кто находится в реанимации, и второй пилот. По словам врачей, состояние у 54-летнего Миржана Молдакулова стабильно тяжелое. Один из бортпроводников тоже в реанимации. Остальные два практически не пострадали, потому что находились в хвостовой части. Сейчас они дают показания. Семьям погибших страховая компания выплатит по 12 миллионов тенге. Представителям компании БКР посоветовали быть более открытыми и сотрудничать со СМИ. Что касается руководства БКР, то с ними работает комитет гражданской авиации, министерство индустрии инфраструктурного развития. То, что они не выходят в СМИ, я считаю, недопустимо. Они должны объяснить, какие меры поддержки они оказывают своим пассажирам погибшим, что они будут делать с пострадавшими. Уже к 10 января по поручению президента Хасымжомарта Тукаева правительственная комиссия обещает озвучить предварительные итоги следствия. Пока деятельность компании приостановлена. По словам заместителя, пример министра Романа Скляра, каждый, кто в той или иной мере причастен к случившемуся, понесет наказание. Речь не только об авиаперевозчике, но и сотрудниках комитета гражданской авиации. Камила Тастамбекова, Арман Акшабаев, Азамат Саметов, Хабар-24. И вот спустя три дня молчания представители БКР наконец озвучили журналистам свою версию крушения самолета. В компании предполагают, что борт попал в спутный след другого воздушного судна, в результате чего и произошла авиакатастрофа. Спутный след – это воздушные вихри, создаваемые летательным аппаратом. Попадание в него вызывает так называемую болтанку. У каждого типа самолета такой след индивидуален. Если оказаться в спутной струе более мощной машины, то легко потерять управление, и это приводит к трагедии, говорят специалисты. Между взлетами «Аэрбас» и «Фокером» прошла всего минута. Подняться в воздух второму борту нужно было минуты через три, чтобы спутный след успел рассеяться, заявили специалисты компании, которые принадлежат развившийся самолет. Они также утверждают, что если бы не было дома, с которым столкнулся «Фокер», все пассажиры остались бы живы. Вы заметили, ветер 140, штиль, можно сказать, видимость 1000 метров. Никаких таких особых явлений не наблюдалось. Отсюда возникает вопрос, отчего может самолет так качать? С крыла на крыло, с изменением тангажа, с изменением скорости. Мы взяли данные, то есть какой же борт взлетал перед этим. Перед этим взлетал «Аэрбас» 321 «НЕО». То есть, одна из причин, которые мы предполагаем, и я думаю, мы уже очень много обсуждали эти моменты со всеми летчиками, со многими знакомыми. Есть такое явление, как спутный след. Пострадавшие при крушении пассажири рейса «Алматы» и «Нур-Султан» возвращаются домой. Из больницы уже выписали 12 пациентов, семерых из них сегодня. На лечении в клиниках остаются 37 человек. Их жизни вне опасности. Многие идут на поправку, рассказали медики. За несколько дней они провели свыше 20 сложнейших операций, две из них малыша. Каждая прошла успешно, отметил руководитель Алматинского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев. Теперь пациентам предстоит реабилитация. Проведут ее за счет государства. У нас были первые дни крайне тяжелые. Крайне тяжелых сегодня нет вообще. И шесть человек еще находятся в реанимационных отделениях. Вот из них, если расшифровать, четвертая хроническая больница четверо. И АМКВ находятся еще двое больных в реанимационных отделениях. В остальных состояниях сегодня считается средняя степень тяжести. Ежедневно отмечаются улучшения их состояния. В нашем центре находятся восемь детей. Один ребенок, девятимесячный, был выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями. Оставшиеся восемь детей получают полным объемом лечения. За детьми ухаживают родители и родственники. Медперсонал помогает им. Состояние детей в динамике с улучшением. Другим темам. Глава государства подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за преступление против половой неприкосновенности детей. Такое же наказание ждет и тех, кто продает наркотики несовершеннолетним. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре. В ведомстве подвели итоги года. О состоянии преступности в стране сегодня рассказал заместитель генерального прокурора. По словам Марата Ахмеджанова, Казахстан на сотом месте по индексу тюремного населения. За 28 лет количество заключенных сократилось на 70 тысяч. Закрыто 12 тюрем. Улучшилась за последний год криминогенная ситуация. На четверть уменьшилось количество краж. На 20% стало меньше грабежей и разбоев. Эта работа продолжается, в том числе и в части ужесточения наказания за отдельные виды преступлений. С нового года скотокрады, например, не смогут избежать тюрьмы. Условный срок заменили на реальные поправки законодательства, уже подписанные главой государства. По новому закону скотокрадство, первая часть ее начинается от штрафа в размере 7,5 миллионов тенге, заканчивается лишением свободы до 5 лет. Если оно будет совершено в группе лиц или в крупном размере, наказание будет до 7 лет. То есть это уже будет тяжкое преступление. Здесь уже примирение не предусмотрено. Не собираются мириться надзорные органы и с увеличением количества интернет-сайтов, через которые несовершеннолетним продают наркотики. Их количество за год выросло в 10 раз. А адреса можно встретить на тротуарах, стенах жилых домов и даже у школ. Распространители не гнушаются ничем ради прибыли. За такие действия предусмотрено для физических лиц уголовное ответственность. Только уголовное административно не будет. Поэтому даже нанесение одного какого-то условного знака или маркера на стене или где-либо, каким-либо угодным способом, влечет за собой наказание до 3 лет лишения свободы. А если это сделано повторно или неоднократно, или группой лиц, то наказание будет удвоено, то есть до 6 лет лишения свободы. Преступления против половой неприкосновенности граждан переведены из средней категории в тяжку. А это значит, что теперь насильники не смогут примириться с потерпевшими, даже при отсутствии отягчающих обстоятельств. Согласно новым нормам закона, совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера по отношению малолетнего ребенка теперь предусматривает ответственность только 20 лет или пожизненное лишение свободы без альтернативы. Аналогичная ответственность также за убийство малолетнего. В целях обеспечения еще большей защиты прав детей устанавливается ответственность за недоносительство, укрывательство, фальсификацию фактов педофилии. Это будет теперь тяжким преступлением с максимальным лишением свободы до 6 лет. Крупные штрафы и длительные сроки заключения теперь грозят любителям незаконной охоты и пьяной езды. Первые проведут за решеткой до 4 лет, вторые – до 10. Изменения внесены еще в 14 законов. Прямо сейчас к нам присоединяется Булат Беисов, старший помощник генерального прокурора республики. Добрый вечер, Булат Мухаммедханович. Уголовную ответственность за ряд тяжких преступлений ужесточили в Казахстане. Данное поручение президента было сделано не так давно, однако разработкой поправок, насколько нам известно, эксперты, в том числе и вашего ведомства, занимались уже несколько лет. На ваш взгляд, насколько своевременно вводят поправки, связано ли это с участившимися случаями скотократства, наркобизнеса, преступления против личности? Я думаю, что своевременно сам этап законотворческой работы предусматривает, в первую очередь, глубокий анализ общественной обстановки, социально-политической обстановки. Если брать скотократство, в течение года депутаты выезжали на территорию, разговаривали с населением, и были предложения о необходимости усиления ответственности. Все государственные заинтересованные органы рассматривали данный вопрос, необходимо ли в данный момент усилить ответственность. Анализ показал, что у нас 41% населения проживает на селе, и скот для них является одним из основных источников, чтобы жить. Продавая мясо, они обучают детей и так далее, и тому подобное. Поэтому кражи участились. Действующее законодательство, конечно, пресекает, в том числе и кражи скота, однако части первой и второй кражи предусматривают возможность примирения, чем и пользуются преступники. А правоохранительные органы, раз норма есть, обязаны прекращать дело. В результате преступные группы, лица, которые поставили данные преступления на профессиональную основу, то есть стали организованы преступной группой, не раскрываются. Поэтому я считаю, что своевременно. Аналогично можно сказать и про сбыть наркотиков. Как вы знаете... То есть тоже намечается такой рост? Ну, сбыть наркотиков... Как вы знаете, в общественных местах везде сейчас можно увидеть скрытую рекламу наркотиков, пропаганду наркотиков. В общественных зданиях есть граффити, где указывается, как можно через интернет ресурсы приобрести. Поэтому в рамках анализа и в рамках уже исполнения поручений главы государства данный закон был разработан. А почему только вот ужесточение именно для продажи несовершеннолетним? Во-первых, наверное... Почему это так вот обозначили, в таких рамках? Почему не ужесточить вообще наказание за продажу? Если нормы действующего уголовного кодекса по сбыту наркотиков посмотреть, 296-я, санкции достаточно суровые. Часть четвертая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Однако, где наши молодежи сейчас? Они в интернет-сети. Через интернет-сеть распространяются наркотики. Это безопасность общества. Если мы защитим подрастающие поколения от наркотиков, мы вырастим достойное поколение. Если же мы сейчас не поставим заслон, и наша молодежь будет потреблять наркотиков, то будущее нашей страны, я думаю, под вопросом. Поэтому-то и ужесточается уголовная ответственность за распространение наркотиков в общественных местах. Это там, где наша молодежь. В клубах, в ресторанах и так далее. Но что касаемо половой неприкосновенности? Почему только сейчас? Почему не раньше? Ну, опять же, половая неприкосновенность – это же большой пласт. Если брать изнасилование, когда насилуют преступление, подвергаются взрослые лица. У нас по действующему закону, до принятия закона, была возможность применения, до пяти лет лишения свободы. То есть потерпевшие – это та сторона жизни, когда лицо решает. Есть ли необходимость обращаться в органы? Это выносить на публичную плоскость то, что с ним произошло. Но принимаю во внимание, что данные преступления участились, особенно в отношении… Давайте поговорим именно про неприкосновенность детей половой. Почему именно только сейчас? Почему не ранее? Ну, надо сказать, что и в день… Почему? Раньше руки-то не доходили. Нет, раньше за изнасилование малолетним было наказание от 15 до 20 лет, либо пожизненно. А сейчас что будет? Достаточно суровое наказание. Сейчас нет нижнего порога 15 лет, если в отношении малолетний. Малолетний – это до 14 лет возрасте. То есть сейчас 20 лет, либо пожизненно. Нет нижнего порога. То есть государство, общество полагает, что необходимо данные преступления приравнять к убийствам. Поэтому и внесли и в 99-е умышленное убийство, убийство малолетний, 20 лет, либо пожизненно лишение свободы. Вот во время разработки поправок учитывался ли международный опыт? Если да, в каких конкретных случаях? Ну, международный опыт всегда учитывается. Это одно из требований закона о правовых актах при разработке любого законопроекта. И, конечно, и при разработке настоящего закона учитывался международный опыт. В частности, если брать скотокрасство, мы выделили в отдельный состав. Взяли опыт Аргентины. Это та страна, которая сейчас самое большее производит мясо и реализует по всему миру. Как один из опытов взяли. В Германии, например, установлено жесткое уголовное ответственность за похищение электроэнергии. То есть отдельные нормы. Любой из государств, считая, что данное преступление общественно опасно, устанавливает ту или иную уголовную ответственность. Или пяное вождение. В ряде стран предусмотрено до пожизненного лишения свободы. Аналогично за преступление по обороту наркотических средств. Поэтому это в Китае пожизненное лишение свободы предусмотрено. И в ряде других стран. Кстати, если рассматривать опыт Китая, там, в принципе, и вводят пожизненное заключение, и расстрелы даже в отношении коррупционеров. Но, в принципе, как показывает опыт, это даже неэффективно. Ну, надо всегда... То есть здесь есть и противники этого закона, и так же, как и те, которые говорят «за». Ну, всегда надо принимать, что ужесточение наказания – это одно из мер, которые государство предпринимает. Ужесточаем наказание, если брать за педофилию, мы на большой срок лишаем данных лиц лишения. Второе – это профилактический эффект. Конечно, в сознании, подсознание должно. Но у лиц, которые склонны к совершенному преступлению, они должны осознавать, что будет достаточно суровое наказание. Я еще раз говорю, это один из шагов. Кроме этого есть профилактика иные меры общественного правового воздействия, которые государство наше предпринимает, чтобы преступлений не было. За последние несколько лет ряд преступлений в сфере экономики у нас гуманизирован. Но, однако, не было всплеска преступлений. По двухфекторной политике, в соответствии с концепцией правовой политики до 2020 года, у нас двухфекторная политика по уголовному, сфере уголовно-правовой политики. То есть мы смягчаем наказание в отношении преступлений небольшой и средней чашисти, а по рецидиву и по тяжким, особо тяжким, достаточно принимаем меры по ужесточению. Надо отметить, что по тем преступлениям, по которым я сказал, у нас никогда не было политики по смягчению наказания. Ну и такой вопрос, наверное, последний. Будет ли возможность условно-досрочно освободиться тем осужденным, если они не на пожизненный срок осуждения? Условно-досрочное освобождение у нас даже по действующему закону запрет за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По ним условно-досрочного не будет и не было. То есть таких прецедентов в истории Казахстана не было? У нас не было. По действующему закону у нас запрет против половой неприкосновенности. Это действует с 2015 года по новому уголовному кодексу. Что ж, спасибо вам большое. Я напомню, с нами на связи был Болат Мухаммед Ханович Биисов, старший помощник генерального прокурора республики Казахстан. Мы говорили об ужесточении наказания, которое сегодня подписал глава государства. Убийцу женщины и ее трехлетней дочери североказахстанской области приговорили к пожизненному заключению. Напомню, полтора месяца назад ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы. Приговором родные погибших остались недовольны и подали апелляцию. Шокирующая трагедия произошла в августе в райцентре Мамлютка. 25-летний подсудимый был сожителем убитый. Во время совместного застолья они поссорились, и он с особой жестокостью забил женщину и ее ребенка поленом, после чего нанес им множественные ножевые ранения. Украв золотые украшения и банковскую карту жертвы, он спрятал тела в хозяйственной постройке во дворе дома. Подозреваемого задержали по горячим следам. Отмечу, судом увеличен размер компенсации за моральный вред до 5 миллионов тенге каждому из потерпевших. Почему? По совокупности преступлений назначить Дементьеву окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. В североказахстанской области на трассе Челябинск-Новосибирск опрокинулся газовоз с 17 тоннами метана. Он направлялся из Екатеринбурга в Нур-Султан. Водитель, не справившись с управлением, на 506-м километре дороги угодил в кювет. Утечки топлива не произошло, мужчина не пострадал. На месте ЧП дежурят экстренные службы, работает спецтехником. Движение на этом участке временно ограничено. Начатый работой по его ликвидации чрезвычайной ситуации. С утра была стянута техника чужого, расчищены подъездные пути к автосцене. С двумя автокранами будет проводиться работа по его поднятию и постановке в исходном положении. В Актюбинской области пограничники пресекли контрабанду крупной партии красной икры. Дорогостоящий груз пытался провести через границу гражданин Казахстана. Его машину задержали на пункте пропуске Жайсан. Общий вес груза составил около 2,5 тонн. Это уже второй подобный факт. С начала года ранее через этот же пункт пропуска без сопроводительных документов пытались провести 400 килограммов красной икры. Данное деяние попадает под статью 339, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованным видам растений или животных, их частями или дереватами. Примерно 2,5 тысячи килограмм составляет 50 миллионов тенге. А теперь в событиях в мире. Новогодняя амнистия объявлена в Южной Корее. Из-под стражи освободят больше 5 тысяч человек. Среди них бывший губернатор одной из провинций, экс-депутаты парламента, политические активисты и несовершеннолетние правонарушители. Из мест лишения свободы выйдут и те, кто оказался отказался идти в армию по религиозным или другим убеждениям. По закону все трудоспособные мужчины обязаны два года служить в вооруженных силах страны. Не коснется амнистия тех, кто совершил убийства, грабежи, сексуальное насилие и коронавирус. Это уже третья по счету амнистия с момента вступления в должность президента Мун Джиина в мае 2017 года. Амнистия направлена на то, чтобы облегчить бремя осужденных и помочь им вернуться в общество. Мы ожидаем, что это решение главы государства станет источником единства народа. В ЕС недовольны проводимой в Польше судебной реформой. Ранее глава Евросовета Дональд Туск даже предположил возможный выход Польши из состава Европейского Союза. Дело в том, что по правилам ЕС все изменения в руководящих структурах страны должны быть согласованы. Подробнее из Варшавы Алексей Родионов. Польша может выйти из состава Европейского Союза. Такое заявление не так давно сделал глава Евросовета Дональд Туск. По последней информации, ЕС не устраивает, что Польша намерена провести возможную судебную реформу. Всего за два года эта страна приняла более 13 законов, которые повлияли на все судебные структуры. По мнению евродепутатов, правящая партия Польши таким образом может ограничить независимость всей политической системы и демократии в целом. Польше выгодно находиться в Союзе и со стороны экономики, со стороны политической, со стороны миграционной. Слишком долго эти все объединительные процессы шли для того, чтобы сейчас просто выйти из-за судебной реформы. Я думаю, что польская власть найдет способ, как эту проблему решить. В последний раз поправки в законах внесли всего неделю назад. Как уверяют европейские политологи, такой формат со стопроцентной уверенностью вынудит Евросоюз искать нарушения общих обязательств во всех судебных процессах. Я думаю, что далеко это не пойдет, потому что эти скандалы не будут играть на руку самой Польши. Ясно, что Польша не выйдет из Евросоюза, потому что они долго к этому шли. И очень много только полезного Польша имеет в составе Евросоюза. Но эти скандалы это всего лишь игра, так сказать, игра оппозиции. Кроме этого, все принятые изменения без согласия Евросовета могут повлечь за собой увольнение судей, которые не согласны с руководством страны. Многие из них до сих пор считают, что новая реформа противоречит всем нормам ЕС. Главное, по их словам, окончательно не рассориться с Брюсселем и не допустить из-за этого выход из Европейского Союза. Алексей Родионов и Лукаш Корвин, Хабар 24, Варшава, Польша. Казахстан остается одним из самых активных членов Организации Объединенных Наций. Об этом говорят в Нью-Йорке, Вене, Женеве, Париже и Бангкоке, где расположены офисы Всемирной Организации. На всех площадках ООН отмечают исторические инициативы Казахстана и его вклад в обеспечение мира и безопасности на планете. Уходящий год не стал исключением. Майра Абдрахманова о знаковых событиях с участием нашей страны. Организация Объединенных Наций подводит итоги года. Он в очередной раз выдался напряженным. И конфликты на разных континентах оставались в центре внимания Совета Безопасности. Хотя Казахстан уже покинул свое место за столом Совбеза, наша страна продолжает оставаться активным участником международных процессов. Операция ЖУСАН получила высокую оценку в стенах Всемирной Организации. И с этим ценным опытом возвращения своих граждан из зоны боевых действий Казахстан делится со своими партнерами. Казахстанские миротворцы отлично показывают себя в Ливане, получили свое развитие и другие миролюбивые инициативы казахстанского руководства. В нынешнем году впервые мы представили отчет о ходе достижения целей устойчивого развития ООН. Казахстан оставался активным на всех площадках ООН в течение всего 2019 года, первого после исторического членства в Совете Безопасности. Обеспечение мира, устойчивого развития и демократических процессов требует постоянного внимания. И наша страна предприняла ряд конкретных действий вместе со своими партнерами во Всемирной Организации по этим направлениям. У нас нет никакого сомнения, что очень тесное сотрудничество между Казахстаном и ООН будет продолжаться. Есть все предпосылки для этого, и мы высоко ценим очень важный вклад Казахстана в работу организации, в реализацию ее приоритетов. И особенно сейчас, когда так часто мы говорим о мультилатерализме, о международном праве, мне кажется, что поддержка Казахстана очень нужна, потому что Казахстан на протяжении долгих лет как раз показывает огромную поддержку как раз международным отношениям, мирным международным отношениям на базе международного права, на базе взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас мы ненадолго прервемся, после чего вернемся в студию и продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы пройти дистанцию, ведущую вас к заветной мечте о собственном жилье, надо заставить время работать на вас. Ваши усилия на старте, вложенные в депозит Жилстройсбербанка, откроют вам путь к жилищному займу на самых выгодных условиях и станут победой, ведущей вас к двери собственной квартиры. Жилстройсбербанк. Начинается с мечты. Создайте атмосферу уюта, тепла и роскоши вместе с ковровым центром «Сити Карпет». «Сити Карпет» – самый большой в Казахстане торговый дом элитных ковров. «Сити Карпет» предлагает широкий ассортимент эксклюзивных изделий из Ирана и Турции. Спешите стать обладателем редких по красоте вещей, искусно сотканных персидскими и турецкими мастерами. Действует рассрочка и кредит. Работает оперативная доставка по всему Казахстану. Это наш международный обозреватель Асель Жанберши. Асель, но 2019-й признан годом протестов и климатических аномалий. Как еще его описывают обозреватели? Такие, Сергей, а еще этот год называют годом новых лиц большой политики, причем тех, кого не привыкли видеть у трибун. Ряды управленцев пополнили ультраправовые, популисты и зеленые. И даже те, кто не имеет отношения к политике. Обо всем подробнее расскажу в обзоре. В 2019 году массовые протесты возникали практически во всех уголках мира. Не утихает волна беспорядков на Ближнем Востоке. Там протесты охватили Ирак, Иран и Ливан. Санкции и выход США из ядерной сделки вынудили Тегеран сократить экспорт нефти, что привело к дефициту бюджета. А когда крупнейший в мире нефтяной игрок с козырями из ядерных объектов закипает, горячо становится везде. Волна беспорядков охватила и страны Латинской Америки. Чили и Эквадор буквально закипали от неравенства между богатыми и бедными. Люди недовольны недоступностью образования, здравоохранения, а также ростом цен. Совсем не празднично и в Гонконге. Там из-за массовых протестов отменен новогодний салют. Жители практически на протяжении всего года бастовали против власти. Причиной этому стал законопроект об экстрадиции подозреваемых в преступлении жителей Гонконга на территории континентального Китая. Сам законопроект уже давно отложили, но теперь у протестующих новые требования. Значение годового ВВП Китая на душу населения достигает около 10 тысяч долларов, а ВВП Гонконга на душу населения в пять раз больше. Поэтому деньги для жителей специального административного района – основная причина нежелания китайского господства. Мы призываем гонконгцев остановиться. Беспорядки угрожают нашей общей безопасности. Волнение в обществе не приносит пользы региону. Вместо этого мы видим только вред. Нужно противостоять насилию. Пожалуй, особенным этот год был для венесуэльцев. Там продолжается борьба за власть. 23 января Куан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддерживают США. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал его действием попыткой госпереворота. Гуайдо продолжает призывать жителей выходить на антиправительственные протесты. Таким образом, он пытается оказать давление на Мадуро, в легитимности которого сомневаются. На фоне политической нестабильности экономический кризис в стране усугубился. Население испытывает дефицит лекарств, продуктов питания и даже питьевой воды. Все, кто пытается организовать переворот в Венесуэле, в конечном итоге будут наказаны. Хуан Гуайдо – американская марионетка. Он не получит власть. Я призываю народ нашей страны объединиться. В Франции массовые беспорядки, разбитые витрины, баррикады, столкновения. Так отметили свою первую годовщину столкновений с полицией «желтые жилеты», которые вступают за проведение реформ. Особенно протесты усилились после 5 декабря из-за изменений в пенсионном законодательстве. Французы недовольны, что по новым правилам представители многих профессий лишаются привилегии и возможности закончить карьеру раньше. Помимо этого, потрясением для всей Франции не только стал пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Символ Пятой Республики, переживающей революцию и две войны, навсегда утратил свой первозданный вид. Огонь уничтожил знаменитый шпиль, центральную колокольню и часть крыши. Президент страны Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор. Мы восстановим этот собор. Все вместе. Это без сомнения. Часть судьбы французской нации и проект, который мы реализуем в будущем. Я обещаю, с завтрашнего дня начнется национальный сбор средств. И он пройдет за пределы наших границ. Мы обратимся к величайшим талантам. Их много. И они внесут свой вклад. Мы восстановим Нотр-Дам. На протяжении трех лет в Украине следили за сериалом «Слуга народа», в котором главную роль президента исполнял актер Владимир Зеленский. Но фильм «Вдуррук» стал пророческим. Зеленский одержал победу на выборах в апреле, где набрал больше 73% голосов. Одним из первых его решений на президентском посту стал распуск Верховной Рады. Запомнился также участие в нормандском саммите в Париже и смена риторики. В диалоге с Россией. Не обошлось и без скандала. Телефонный разговор между Зеленским и Трампом и повлек за собой объявление импичмента американскому лидеру. Главу Белого дома обвинили в превышении полномочий. Наше первое задание – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, на что я готов ради прекращения огня. Я готов на все. Я без раздумий готов потерять свою должность ради мира без потери территорий. На лодке, на поезде – главное экологически чисто. Как спасти планету от глобального потепления, выясняла 16-летняя активиста Грета Тунберг. Защитница природы в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям. Усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок Fridays for Future. В итоге Тунберг с высокой трибуны обвинила участников климатического саммита ООН в Нью-Йорке в бездействии по сохранению планеты. Я хочу сказать, что мы будем следить за вами. Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе. Здесь я должна быть в школе, по другую сторону океана. Тем не менее, вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Вы украли мои мечты, мое детство своими пустыми словами. И все же я одна из тех, кому еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся. Мы находимся в начале массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Еще одним громким событием уходящего года стало убийство Аль-Багдади, лидера Тегил. Его ликвидировали военные США во время спецоперации в Сирии. По словам Дональда Трамба, бойцы и собаки загнали террориста в угол в один из подземных туннелей. Аль-Багдади кричал и плакал, а потом подорвал себя и троих детей с помощью пояса смертника, говорит Трамп. Сам он наблюдал за ходом операции по видеосвязи. Он умер как трус. Он скулил, кричал и плакал. Честно говоря, нужно рассказать об этом его последователям и всем детям, которые хотят покинуть разные страны мира, включая США. Им стоит узнать, как он умер. Он умер не как герой, а как трус. Он забрал с собой, наверное, гибель троих детей. Он знал, что в туннеле нет выезда, что там тупик. Сергей, вот так заполнился уходящий год. Спасибо. С международным обзором была Асель Жанберши. В Тбилиси открылся первый ресторан казахской кухни. Наши соотечественники, проживающие в Грузии, с восторгом встретили эту новость и уже оценили по достоинству блюда. В социальных сетях они делятся впечатлениями. Юлия Тужилкина подробнее. Тбилиси город многонациональный. Здесь прекрасно уживаются люди разных национальностей и конфессий. И каждый народ старается привнести сюда частичку своей родины. В столице уже работают итальянские, узбекские, украинские рестораны. И вот совсем недавно открылась казахская кухня. Здесь уютно и атмосферно. И многое напоминает о родине. А вот как ни странно, повар на этой кухне грузинка, который не боится экспериментов. Я работала в разных кухнях, украинской, либанской, грузинской. Ну и казахская узнала, что открывается, ну открылась и пришла на собеседование. Мне интересно было что-то новое. Мне нравятся разные кухни узнавать. Тут у меня обучал казахский повар. Вот, что-то новое, да, это различается от грузинской кухни. Тут баранина, конина, вот, тут много мяса, лук, больше, ну, чуть-чуть другая кухня, разнообразная, мне нравится. Открыли такой ресторан трое молодых соотечественников. Говорят, скучали по национальной еде. Сейчас многие продукты, к примеру, конину, они привозят из Казахстана, чтобы было все так, как дома. Мы казахскую кухню здесь открыли в первую очередь для наших соотечественников, для наших казахов, живущих в Грузии. Это в первую очередь наша целевая аудитория. Вот, помимо этого, здесь очень много гостей у нас, также местное население, это грузинская нация. Вот, они также с большой заинтересованностью заходят, им очень это нравится. Допустим, тот же беш-пармак, те же баурсаки, те же манты, опять же, таки, да, они сравниваются с своей национальной кухней хинкалей. Ресторан работает всего пару месяцев, а уже нашел свою аудиторию. Первая встреча соотечественников состоялась в День независимости Казахстана. Здесь в Тбилиси есть наша казахская группа на ватсапе. Таким образом, мы узнали, что появился у нас новый ресторан, и мы решили здесь встретиться. Всей группы нас было очень много. На День независимости мы все переписались, списались и решили здесь встретиться. То есть, встретились мы с семьями, с детьми, то есть, большой казахской семьей дружной. Мы отметили праздник и решили, что здесь мы будем собираться, общаться. Вот так, оказывается, тбилисская кухня Казахстана лечит ностальгию. А у администрации ресторана есть амбициозные планы – собрать и возродить старинные казахские кулинарные рецепты. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурамилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Новые цифровые технологии внедряют в Туркестане. На улицах города установились 43 камеры видеонаблюдения, а в скором времени планируют поставить умные светофоры и цифровизировать работу общественного транспорта. Эти меры позволят обеспечить безопасность, снизить количество правонарушений и дорожно-транспортных происшествий. До установления видеофиксации на дорогах Туркестана правила дорожного движения местные автолюбители обычно игнорировали. Теперь же камеры видеонаблюдения показывают свою эффективность. Их подключили всего два месяца назад. За это время полицейские выписали водителям штрафы на 500 миллионов тенге. Раньше мы могли не пропустить пешехода на зебре или не включить поворотники на поворотах. Но теперь все нарушения фиксируют камеры, и такая езда обойдется в копеечку. Недавно я проявил невнимательность и нарушил правила дорожного движения. Сейчас пришел оплачивать штраф. За порядком в городе полицейские следят из Центра оперативного управления. Камеры работают на самых оживленных участках. Теперь даже курить в неположенном месте безнаказанно не получится. Штраф не заставит себя долго ждать. Видеофиксаторы полезны и в раскрытии преступлений. На камеру может попасть в момент кражи или другое правонарушение. Если же преступник пытается скрыться, то с камер видеонаблюдения наши специалисты могут отследить его местонахождение и передать ориентировку патрульным. Также на городских улицах планируют установить умные светофоры и остановки. Сколько именно, специалисты еще подсчитывают. Специалисты отмечают, подобные меры снизят уровень преступности и сделают жизнь горожан спокойнее. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Самат Нагашпекуло, Хабар, 24, Туркестан. Сырогашский район отметил 80-летний юбилей. Сегодня он один из драйверов сельского хозяйства региона. Еще одно богатство края – минеральная вода. Врачи называют ее уникальной. В ней есть все элементы таблицы Менделеева. Праздничную программу в районе начали с сельским задором. Возле Дворца культуры развернулась ярмарка. Заиграл местный оркестр. На юбилей гости приехали со всей округи. Я уехала из Сырогашского района, когда мне было 16 лет. Сейчас район очень изменился. Он процветает. Это то место, куда хочется всегда возвращаться. Сегодня Сырогашский район активно развивается и растет. Здесь расположены знаменитые на всю страну здравницы. Ежегодно тут отдыхают 70 тысяч человек. В очереди к полезной воде и жителей соседних стран. Даже зимой в санаториях почти нет свободных мест. Еще одна визитная карточка района – теплицы. Здесь их самое большое количество. Местные жители привыкли бережно относиться к земле. Агрария Алимжан-Язов урожай собирает круглый год. А вот мы вот это посадим, вырастим, соберем, почистим, обратно другую посадим. Второй год два раза посадим мы. Урожай два раза будем берем. По любимому городу местный Аким у хита Таршиев часто гуляет пешком. Не скрывает вопросы, которые еще предстоит решить, конечно, есть. Как и везде. Сегодня Сырогашский район считается одним из густонаселенных. Здесь проживают 190 тысяч человек. За время независимости большинство проблем были решены. Но, конечно же, также у нас остаются вопросы качественного водоснабжения, газофикации и также обеспечения детей школьными и дошкольными учреждениями. А еще в районе решили возрождать заброшенные сады. Было время, когда аграрии массово отказались от выращивания винограда и яблок в пользу помидоров и огурцов. В итоге сразу несколько крупных перерабатывающих предприятий остановились из-за отсутствия сырья. Теперь ситуация стала меняться. И район даже стал лидером по садоводству. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов. Туркестанская область. Хабар, 24. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов. Новый год вместе со звездами казахстанской эстрады. Один из ярких проектов представит Тори Гали Тори Али. Мои коллеги побывали на репетиции шоу Торлет Тореш. Его песни знает почти вся страна, а на концертах не бывает свободных мест. Специально для своих поклонников Тори Гали Тори Али представит эксклюзивное шоу Торлет Тореш при поддержке агентства Хабар в канун Нового года. Прозвучат композиции, уже известные казахстанцам. Одна из новинок, которая будет исполнена в дуэте с Дианой Исмаиловой у Айде Кайда. Постараемся вместе со всей командой сделать этот творческий вечер особенным, запоминающимся. Можно считать это новогодним подарком, представленным от чистого сердца и с уважением ко всем казахстанцам. Торлет Тореш покажут на телеканале Хабар 31 декабря в 20.00. В течение часа в эфире прозвучат около 10 музыкальных композиций. Пока же можно насладиться эксклюзивными кадрами с репетицией шоу. Ведущими вечера выступят Нурболхан Шарапов и Нурсултан Хурман. Будьте с каналом Хабар! 31 декабря подготовлена очень интересная и насыщенная программа. Я бы даже сказал, особенная новогодняя. Музыкальное шоу Торлет Тореш – один из самых ярких проектов. Шоу Торлет Тореш откроет новый творческий сезон для Тори Гали Тори Али. В 2020-м исполняется ровно 10 лет, как певец исполняет свои композиции со сцены. Поэтому артист готовит немало сюрпризов для своих поклонников. Это и съемки фильма уже закончили написание сценария. Также, возможно, выпустим книгу. Это один из проектов, который планируем воплотить в жизнь в следующем году. Все на этапе подготовки. Кроме шоу Торлет Тореш, новогоднюю атмосферу на телеканале Хабар казахстанцам будут создавать и другие интересные проекты. Например, Жулдос Д. Жан Ажил с Нагимой Искалиевой и Розой Рымбаевой. Камила Тастамбекова, Жан Дос Битабаров, Хабар 24. В преддверии Нового года телеканал Хабар по традиции подготовил для зрителей особую праздничную программу. С сегодняшнего дня и по 5 января в нашем эфире можно будет увидеть любимые и популярные телепроекты, фильмы, а также казахстанский «Голубой огонек». Жул Дузды, Жан Ажил 2020. Всю неделю в эфире Хабара будут звучать всеми любимые произведения. Зрители увидят сольные концерты Тори Галей Тори Алим и Димаша Кудайбергена, а также групп «Азия» и «Бакай». Кроме того, творческая группа канала подготовила для зрителей немало новых приятных подарков. Один из них – специальный проект «Арман Дар» Орэндалид Лады. Это концерт-мюзикл, снятый совместно агентством Хабар и государственной филармонии города Нуштутан. Также есть спецпроект «Джан Ажил Киздесу». Это уже второй концерт, снятый совместно агентством Хабар и творческим коллективом «Казахконцерта». Здесь также очень много будет музыкальных номеров, также неожиданные дуэты в исполнении артистов казахстанской эстрады. Очень много будет кавер-версий на мировые хиты, написанные именно к этому празднику. В Шемкенте впервые прошла церемония вручения премии «Лидер года». Ее учредила Ассоциация греблей и парусного спорта Туркестанской области. Награда призвана отметить достижения спортсменов, тренеров и профильных специалистов водных видов спорта. Всего 11 номинаций. За волю к победе, за создание сплоченной команды, за добросовестный и доблестный труд, а также за верность профессиональному долгу. В этом году наши спортсмены не раз поднимались на пьедестал престижных соревнований. Лучшим спортсменом признана Инна Клинова, лидер национальной сборной Казахстана. Сейчас она готовится к чемпионату Азии, где планирует завоевать олимпийскую лицензию. На данный момент я приехала с тренировочного сбора, мы проводили в Турции. Вот мы отработали сбор, я недельку побыла в Алматы. У нас там медосмотр, в общем, допинг-контроль. И вот сейчас вот приехала на праздник на сегодняшний, но нагрузка сейчас идет полным ходом, потому что у нас чемпионат Азии в конце марта. Год для нас был очень продуктивный. Чем он запомнился? Прежде всего, самый крупный старт пятолетняя спартакиада Республики Казахстан по всем олимпийским видам спорта у нас проходили в разных городах Казахстана. И вот на этот счет я хочу отметить, что наша ассоциация, те виды, которые входят в нашу ассоциацию, побила рекорд. 52 медали мы завоевали по всем нашим видам спорта. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин